вот друзья смотрите как и вот на прицеп они ставят палатку да они поставили палатку да очень очень интересным тех тоже какой-то такой тип охотной кухни какой-то да вот и вот они на прицепе там флэт крыша здесь багажник наверное они что-то ставят на дно палатки я думаю наверное фанерки такой нам друзья рассказывают что для армии очень существенно чтобы он установлен был горизонтально иначе холодильник начинает подтекать и хуже работать очень много всяких безобразий в душ не уходит нормально вода скапливается и вот есть современные системы вот вы видите вот вот эту у него четыре таких лапы выходят гидравлических и они выходят нажатием одной кнопки но при этом там внутри система которая их ставит в один лево все четыре то есть компьютер компьютеризованным способом выравнивает любом месте в каком бы неровном он не стоял уже такая штука уже подороже да это сколько такой это уже считается классей так вот она как бы старенькая но классы вообще очень дорого классы стартует где-то от 150 а вообще среднем 250 тысяч стоит вот но это уже действительно очень большие вещи то есть это что на большую семью или в чем смысл это лакшери тоже считается лакшери то есть там уже много места много бензина выше него даже два кондиционера сверху да ведь там там обычно несколько бедром там а почему эту почему бы эту дуру надо ввести вот с этой штукой тут внизу на самом деле много арви стоит но я что хочу сказать что почему его например прицепом не сделать он же на на трейлер а это есть разные бизнес есть арви или мотор хома попросту да есть трейлер вот туалет такой туалет друзья в многих странах люди домов таких не имеют чистый каждый день мой да вы что каждый день этот туалет моют смотри а вот вот пожалуйста чистый туалет вот так чисто живут люди так какая чистота в этом туалете бумажечка и запасная и не запасная и никто не ворует бумажечку вот тут туалет хлоркой пахнет 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 каждый день как вот когда-то в бассейнах а вот души и с той стороны все то же самое так тут водичку попить а вот души душевые души за квотера 2 минуты 50 центов да вот он вот он где империализм то проявляет свою сущность 50 центов 2 минуты но дальше видишь со скидкой каждую минуту 25 центов каждой скидки нет да вот он вот она на самом деле жестокая правда для инвалидов это для инвалидов соединяем и бортик снизу сверху и вот эта рукоятка вот это вот это тоже для инвалидов но нет это просто просто горячий холодный регулирует нет нет вот это здесь просто ручка горячий холодный горячее и холоднее делает но здесь включу вот сейчас не давая денег нет нет друзья некоторые кемпы в которых не давая денег идет холодная в этом никакая не идет вот здесь даешь два квотера эти две минуты льется вода на размер на размокнуть на хитина одному лица еще один на два квотера и смыться и смыться вот меньше доллара не подходи с той стороны то же самое и туалет и душа то есть как бы этих здесь вот этих здесь зданий да много десятка полтора да я видел их много у некоторых а вот я хотел сказать что у некоторых есть паркинг здесь тоже есть только небольшой да это паркинг для туалета так что возвращаясь к той теме есть трейлеры а есть торги трейлеры в принципе очень комфортабельные и они в общем значительно дешевле там нет двигателя да ну завтра трейлеру еще иметь так слушай но но траку все деньгам получились не на всем трак легковушка не годится обычно на маленький трейлер годится который стоит там 10-15 тысяч на трейлеры годится легковушка там с юви вот но когда уже большие здесь есть вообще траки как пятое колесо не называются это которые трейлеры которые цепляются в кузов трак да да я знаю самые комфортабельные самые дорогие трейлеры слушай она по бензину по расходу бензина пиво боре пошли к столу там пиво будет до пиво и раки по расходу бензина выгоднее тащить трейлер и такого же вот качество или выгоднее от трака все зависит от трака какой-то какой 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 каким траком тащишь но в принципе это все расходует много бензина вот самым экономим считается именно вот эти мерседесовские мерседесовские дизель потому что здесь дизель во-первых я тебе не сказал здесь дизельный двигатель и все-таки 17 миль на гавон считается очень хорошим а сейчас я заметил что дизельное топливо стало достаточно близким по цене к обычному было время дизель был даже бросовый а сейчас то же самое вернулась назад сейчас сейчас я заправился вот смотри бензин сейчас три доллара да так а я две недели назад заправился дизельный за 2,57 то есть он стал дешевле немножко вообще в феврале когда вот бензин когда нефть падала в цене мне кажется там доходило чуть ли не там не знаю дешевле было чем сейчас на самом деле как бы сегодняшняя цена на нефть вообще 40 бензин там меньше двух долларов не стал как он был когда как-то когда она упала на 65 вот и вы когда приехали почем был бензин 76 это в каком годе в начале 80 мы ехали в начале 89 и я заправлялся я отлично помню за 76 сан-франциско почему мы когда приехали это было но можно сказать самое начало конец 90 самое начало 91 и уже было девяносто восемь доллар один доллар три уровня в районе доллара вот когда мы 7 6 платили достаточно долго 89 наверное почти до 90 года потом пошел доллар но когда когда рухнула со 156 нефть до 65 да то я помню как в кустке рухнул бензин до долларов пятидесяти семи но это было всего неделька потом он пошел наверх и я хочу сказать к разговору под нефть про нефть у нас очень хороший видеоряд друзья да такой аппетитненький это шерим друзья это фактически раки мороженое раки мороженое пахнет очень укропом это не раки пахнут укропом это здесь вот укропчик и есть вот там укропчик а вот там друзья кастрюлька и вот там в этой кастрюльке то что что там кастрюльки то ой-ой-ой-ой это для раков чтобы рака туда положить друзья надо сначала подготовить почву я не знаю мы делаем не под не по рецепту поэтому это как бог на душу положит как бог на душу положит вот друзья вы видите готовый результат так вилочку дадим парочку вилочек дадим держи готовый результат пиво пиво это пиво не просто пиво оно что пшеничное пшеничное а так обычно из чего бы мы сделали его больше чего обычно пиво делается из овса из ячменя вот вспомнил из ячменя из хмелю хмель и ячмень это стандартный вариант а это из пшеницы пшеница органическая не пастеризованная не пастеризованная вот он более больше расскажет борис это наше калифорнийское пиво орегон так что в орегоне с пивом нормально все тогда мы можем подключиться это пивко с может быть нам покрутить эту бутылочку чтобы так вот вот такое пись пивко триполь что ли как она а вот это рачки рачки с до пахнет невероятным пахнет невероятно зеленью зелень наверное пахнет и делимся впечатлениями я на хорошую жидкость будет вон там бутыляк друзья видите одна пена она совсем совсем другое абсолютно вы постарайтесь выбрать не для не для горячего там есть для горячего здравствуйте друзья вот нам олег продемонстрирует прикольную штучку в руках у него телефон телефон samsung так galaxy note 4 0 4 но ноут ноут 4 до 0 4 galaxy note 4 вот к нему разработали вот такой kit коробочку такой да который вмещает себя вот такие вещи начнем с ну тренога треноги с такой ну треногой нас москать не удивишь да и но делали как как идея как прикрепить телефон к чему в треноге такой простой зажим да и уже получается здесь есть резьба это можно и вот это уже телефон который имеет voice activation если дай пожалуйста моя камера гоопро лежит можно поставить и сказать voice activation ну да говори на аппарате да сейчас все аппараты почти даже iphone поддерживает вот есть такое насадка телескоп восьмикратная так-так-так телескоп я хочу сказать что для съемки в автомобиле самое интересное что я ничего не смогу подемонстрировать я кейс забыл дома ничего страшного не одевается такой кейс и ну вот такой в нем есть резьба внутри и в эту резьбу вкручивается уже оптика имеет резьбу здесь и в кейсе будет будет резьба и так вот скручивается в этот в таком виде он будет здесь значит телескоп здесь айфиш и майкро лэнс да майкро лэнс у меня есть фотографии когда я делал расстояние должно быть с майкро лэнсом 12 миллиметров можно сделать настолько детальную с ним съем кого там монеты делают фотографии очень хорошо и аппарат этот 6 и делает и 4 кей да да ну вот 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 как выглядит эта линза вот это от линза это fish они хорошо подписаны но благодаря от этой выпуклости 1 на видно да 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 очень хорошо фотография получается такая очень много заходит не на опенхаузах хорошо снимать когда да 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 бассейн бэхьярт у меня все влезло так никогда не лазила тут сразу сразу все залезло вот это как вот эта линза она двойная еще маленькая штучка в ней есть да вкручивается одна в другую вот нижняя это макро верхняя это white white но они либо либо вместе либо только макро хорошо ну макро шикарно я давно искал чтобы фотографировать микросхемы такие вот детальные электронику понял она давайте и открутим стриножки и поставим вот на мою подставочку то что я на эту подставочку на дэшборд я ставлю на дэшборд автомобиля и снимаю во время езды в автомобилях то есть если в обычное время вот у меня здесь стоит моя камера gopro то фактически можно взять вот эту конструкцию и довольно высокое качество я я честно говоря не знаю конечно с точки зрения качества съемки но если это берет 4к а потом нет но там стабилизации нету не правда стабилизация тогда в два раза уменьшается что именно не 4к а будет два как два то есть все таки какая-то стабилизация есть потому что в камере gopro стабилизации нет вот друзья такие у нас прорывы на технологическом фронте накручивается да там нормально да резьба должна стандартная резьба видео сайс где-то здесь есть стабилизация как только нажимаешь смотри какая красота уменьшается помнишь это это что это подставочка она ставится на дэшборд и она тогда фрикшн она никуда не движется ничего она намертво но тяжелую камеру поставить обычную тяжеловато она болтается во время торможения и так далее поэтому я вот теперь когда gopro на ней держу совершенно идеально вот и ваше устройство тоже она теле она легкая то есть если вы хотите снимать легко из автомобиля то вот это только на на этом вот там шишки 1920 отлично что еще получается можно закрепить на стекло но когда нас на стекло крепить крепишь что нет нет ну каким-то образом можно камеру прикрепить к стеклу есть держал но дело в том что тогда получается что вибрация со стекла переходит и и шумно шум и создает а вот этот пишет хороший звук когда она так стоит независимо да ну что друзья я думаю что мы показали вам веселую фишку и называется дать еще разочек мы посмотрим и так поднесу к экрану да а сколько стоит такая где-то около пятидесяти сейчас 455 вот это и все господи да ну в общем а кто слушал молодец вы сейчас будете свидетелями демонстрации ночи технического прогресса вот видите там стоит там камера на подставочки а вот там сидит светлана светлана будет управлять камерой с голоса света скажи камере то что ты думаешь скажи то что надо сначала вот та самая слова скажи чиз ты хотел скатись смайл она работает на 3 смайл вы видели друзья на слово смайл камера сработала